Эстетика в разрезе с Ольгой Засеевой Рано Азимова, кандидат медицинских наук, пластический и реконструктивный хирург, онколог Рано, добрый день, я очень рада тебя видеть, благодарна тебе за то, что ты поддерживаешь наш проект Moscow Breast Meeting Расскажи, пожалуйста, ты сколько раз принимала участие и какие у тебя впечатления? Ольга Витальевна, невероятно приятно от вас это слышать Когда-то вы меня поддерживали, я с Клавер Медом работаю со времен ординатуры Поэтому я выросла практически на вас, этих мероприятиях, этих профессиональных каких-то сообществах, поездках Вся моя профессиональная жизнь связана с Клавер Медом С тех пор, как я стала работать в онкологическом центре Блохина, я начала участвовать И у меня в телефоне фотографии, по крайней мере, мне кажется, где-то, наверное, с 2014-го А до этого я просто принимала участие как молодой доктор Потом уже стала как-то делать доклады, когда уже стало больше опыта Какая, кстати, будет операция? Операция довольно частая у нас, у пластических хирургов, это подтяжка с имплантами На самом деле в ней есть и подводные камни тоже, и это одна из самых частых тоже операций И для меня тоже такая честь и комплимент быть у вас И спасибо вам за то, что вы приглашаете меня в качестве докладчика И теперь вот еще операцию показательную А таких операций много у тебя в твоей практике встречается? Да, где-то 4 в неделю я таких обычно, если не больше, делаю Да, это довольно часто То есть у тебя замечательный опыт, и ты расскажешь, как сделать так, чтобы патозирование не случилось По крайней мере, в ближайшие сколько мы говорим? 10 лет? Сколько мы даем пациентам? Ну, мы стараемся максимально лет дать пациентке, и там для этого что-то... Ну, как бы есть свои вещи, то есть нужно умеренно выбирать имплант, нужно правильно работать с тканями Если пациентка хочет чего-то, что, допустим, не принесет ей долгосрочный результат, то лучше ей об этом сразу сказать Вообще, да, это частая операция, потому что у славянок, которых в основном мы оперируем Вот, ну, как бы есть такая особенность Нас очень любит красивое тело, то есть есть разные регионы Я, к примеру, ну, вот родилась в Ташкенте, большую часть своей жизни живу в Москве, но родилась я в Ташкенте И в азиатских странах больше любят делать операции в области лица Но вот наши женщины очень переживают, когда они после родов меняются, у них меняется тело И они хотят увернуть то, что было, или даже стать еще лучше, поэтому это наша частая операция Я помню, когда мы начинали, там, больше 20 лет назад и проводили мероприятие В зале сидело, скажем так, 10% женщин, а может даже меньше, и остальное это были мужчины Сейчас, я помню, вот недавно мы проводили мероприятие, пригласили ординаторов, их было пополам Я специально не поленилась, посчитала, то есть было пополам девчонок и половина мальчишек Вот скажи, пожалуйста, с чем связано то, что женщины идут активно сейчас в хирургию и в пластической хирургии? В общем, хирургия это такой очень ведь непростой вид спорта Хирургия очень консервативная профессия, и когда я пришла в Ташкенте первый раз в этот, ну, это был самый большой центр в Средней Азии Там работало тысячи человек, в Блохина у нас работало пять тысяч человек, вот, даже больше Когда я туда пришла и хотела первый раз пойти на операцию, пришла переодеваться вот в предоперационную Мне сказали, выйдите, это мужская раздевалка, я спросила, а где здесь женские раздевалки? Они сказали, у нас нет женских хирургов, нет женских раздевалок Я тогда была единственной женщиной-хирургом во всем этом центре, ординатором, потом стала сотрудником И я, конечно, в своей жизни много сталкивалась с хирургической, с тем, что женщин, как бы, хирургов коллеги не любят Коллеги-мужчины, то есть они при прочих равных условиях иногда выберут мужчину, потому что им проще с мужчиной Но в итоге, когда они видят твой профессионализм, там, твое какое-то стремление работать, они потом Готовы смириться Ну, готовы смириться, не все, но, в общем, это довольно сложные взаимоотношения Я рада, что сейчас больше женщин в хирургии Ну, во-первых, мне кажется, сейчас женщины, в принципе, в мире начинают как-то так преобладать То есть есть очень много сообществ, даже бизнес-сообществ, где в основном, как бы, выигрывают женщины Потому что женщины любят кооперацию, они как-то могут работать вместе Договариваться Договариваться, у них проще получается Они не настолько, ну, как бы, ну, такие, так скажем, индивидуалисты, что ли То есть у них лучше получается вот эта вот совместная какая-то работа В хирургии женщины не всегда находят себя, потому что хирургическая профессия, она требует определенного склада характера А девочки, которые приходят в хирургию, они иногда слишком, как сказать, уступчивы И это не всегда хорошо Почему из онкологии в эстетическую медицину? На самом деле у меня был такой довольно интересный такой путь развития У меня папа физик, дедушка довольно известный физик Мой брат тоже закончил физфак, дядя, в общем, у нас все физики И родители меня пытались определить сначала физмат-школу Где, в общем, абсолютно, как бы, я была безуспешна И я все свой, там, ну, подростковый период, в общем, все время страдала, что я какая-то не такая Вот, мама у меня музыкант, закончила Московскую консерваторию Она всегда, в общем, ну, потом работала в этой области Она всегда мечтала, чтобы я была профессиональным музыкантом То есть потом я училась в музыкальной школе И тоже, как бы, было очевидно, что успехов там особо не будет Вот, и как-то так я жила А так как я человек довольно амбициозный, оказывается То я, в общем, от этого, наверное, все-таки как-то страдала И в какой-то момент, когда я пришла в хирургию В институте медицинском я всегда знала, что мне нравится что-то хирургическое Не понимала, что именно, но знала, что что-то хирургическое Вот такое направление в силу характера мне нужно И когда в итоге я попала в свое отделение реконструктивной микрохирургии То я бы стала абсолютно счастлива Потому что я поняла, что это мое И когда я поняла, что вот в этом я могу быть классной Я не была тогда никакой еще в этом Но, видя, как другие это делают очень здорово Я понимала, что когда-нибудь я так смогу Это была зависть, безусловно Но это была хорошая зависть Не такая, когда ты там смотришь и думаешь Вот, а я же это никогда не смогу А это было такое понимание, что Ну, пройдет время, и я это смогу А может быть, я круче это смогу Я думаю, что вот как бы у каждого человека Должен наступить такой вот Ну, как бы щелчок, что вот это мое И я это люблю Я из реконструктивной хирургии эстетической Пришла в онкологию Потому что реконструктивная хирургия в онкологии Одна из самых сложных Поэтому она мне всегда очень нравилась И я очень благодарна онкологическому центру В том числе, что я в итоге стала онкологом И поэтому весь этот спектр операций На молочной железе я провожу Мне кажется, это тоже полезно в любом случае Потому что если ко мне приходит пациентка На эстетическую операцию То я знаю, что делать Если у нее есть внутри протоковая папиллома Если у нее есть фибраденома Если у нее есть участок кальцинатов То есть я пациентке могу полностью дать всю информацию И со своими пациентками Я еще потом работаю как мамолог То есть я их каждый год Они приходят ко мне на осмотр Я их обследую И в принципе могу их оперировать Если вдруг, не дай бог, с ними будет даже что-то другое Например, злокачественное образование молочной железы Поэтому мне самой удобно таким образом работать Потому что весь этот спектр операций И заболеваний на молочной железе я хорошо знаю Эстетика в разрезе Вы ведь познакомились в Ташкенте Да, мы с вами познакомились в Ташкенте Очень много лет Но вы, я думаю, меня тогда не помните Но я вас хорошо запомнила Ты мне очень помогла с нашим профессором Я очень хорошо это помню Я тогда была молодой доктор Ну, может быть, года 4 я работала Вы к нам приезжали Да, в онкоцентр ваш я думаю приезжали Да, это не был онкоцентр Но онкологические операции там тоже делались Это был научный центр хирургии Вахидова Он был филиалом центра, научного центра Петровского И у нас там было отделение реконструктивной и микрохирургии Там я работала Да, и потом, так сказать, ты появилась в отделении у Владимира Анатольевича Да, да, с 2007 года я стала в Вахина работать И с 2008 года в отделении у Владимира Анатольевича Ты ушла из такой надежной государственной клиники Ты ушла, ну, я не могу сказать свободное плавание Но ты ушла в другую клинику, которая все-таки такая коммерческая И вот скажи, Паша, твои ощущения Что это интереснее работать в коммерческой клинике? Больше творчества, больше возможностей Меньше какой-то бюрократии Вот интересно твое мнение Ну, у меня очень двояки были такие ощущения Да, вы абсолютно правы Ну, то есть мне хотелось свободы как профессионалу Для меня всегда вы были примером И вам же тоже в какой-то момент хотелось свободы, я думаю Я всегда хотела свободы Да, для меня это тоже было важно Хотя онкологическому центру Владимиру Анатольевичу Я очень благодарна И отчасти моя свобода связана с тем, что Как бы я стала знать больше В частной структуре, в отличие от государственной клиники Операции выполняются меньшего объема То есть так как операции большего объема пациенток Обычно бывает с более запущенными опухолями То в частных структурах, куда приходят люди Которые, так скажем, очень щепетильно следят за собой То там люди любят, как ни странно, хирургию поменьше То есть они редко выбирают лоскут Они хотят реконструкцию имплантами И мы сейчас даем им хорошие результаты Поэтому они полностью этим довольны И как бы они не хотят чего-то более травматичного Это вполне разумно, их можно понять В частной структуре для хирурга больше ответственности Потому что ты на себя берешь ответственность И тебе ее разделить не с кем В государственной клинике большой есть заведующий Например, Владимир Анатольевич Который брал ответственность за нас Есть замдиректор, директор То в частной клинике ты выступаешь Как человек, который берет на себя ответственность Решает проблему, соответственно Получает лавры, если все хорошо И отвечает по шапке, если что-то нехорошо Частная клиника требует от тебя Очень такой работы над собой Потому что огромная конкуренция То есть когда я ушла из государственной клиники Я столкнулась с тем, что каждый год Выходит большое количество молодых коллег Которые тоже хотят работать И они делают все для того, чтобы у них были пациенты Пациенты, безусловно У них в Москве огромный выбор То есть пластическая хирургия в Москве На самом деле довольно высокого уровня И, на мой взгляд, очень высокого уровня, как правило И нас очень много И, в принципе, пациент всегда, когда приходит У него есть еще какое-то количество врачей Которых он хочет посетить Либо уже посетил Это тоже обязывает к тому, чтобы знать Что современное, что лучше К тому, чтобы, так скажем Более правильно беседовать с пациентом Чтобы он получил какую-то информацию от тебя Ну и частная клиника требует от тебя Какой-то внутренней систематизации Потому что ты должен рассчитать свое время Когда ты оперируешь, когда ты консультируешь Когда ты ездишь учиться Учиться ездить необходимо В общем, какое-то количество лет у меня ушло Для какой-то такой перестройки Ну теперь все, так сказать, как бы в гармонии с собой Да, у меня есть ученики Я тоже хочу создать что-то свое со временем Возможно Но хирургию я до сих пор люблю Это такая моя любовь навсегда Я не бросила онкологию, как ни странно Хотя когда-то это вообще не было моей Так скажем, основной Да, моим планом просто жизнь так сложилась Но в итоге я полюбила онкологию В ней операция интересней Пациенты к тебе относятся немножко другим образом Хотя в пластической хирургии Есть свои требования высокие Ты не можешь ошибаться Ты не можешь как бы Это дорогая ошибка просто Очень дорогая И морально Очень дорогая, да Но она может кончиться, так скажем Огромным количеством проблем Мы даже не говорим о проблемах Мы просто говорим о недовольном пациенте Поэтому недовольный пациент Создает проблемы разного рода Финансовые, морально-этические Там разные, в общем-то Поэтому я считаю, что мой уровень Ну, несмотря на то, что я работала В ведущем федеральном учреждении страны После того, как я ушла оттуда Мой уровень все равно тоже вырос Потому что я стала отвечать сама за себя Эстетика в разрезе С Ольгой Засимовой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова